Вы слушаете канал jah.club «Оранжевые крокодилы». Водятся ли оранжевые крокодилы на самом деле? Да, водятся, как это часто бывает, уникальных животных обнаружили совершенно случайно. Вообще-то ученые полезли в пещеру Абанда, что в Западной Африке, чтобы изучить царство летучих мышей. Вооружившись фонариками и камерами, биологи бродили по каменному лабиринту, фотографировали крылатых мышек, брали пробы, извините, их продуктов жизнедеятельности, а тут, раз, и крокодилы сидят себе, зубами щелкают и, оранжевой кожей в свете фонарей щеголяют. Поначалу биологи решили, что это такой обман зрения, оптическая иллюзия, так сказать. Биологи захомутали одного крокодила, благо, те были не особо крупны и выволокли его на свет Божий. Оказалось, все верно. Земноводная действительно имела апельсиновую окраску. ХМ, сказали себе ученые, одна особь, совсем не показатель. Может, мутант какой или в краске где перепачкался. Поэтому в течение нескольких дней биологи отловили в пещере еще нескольких крокодилов. Теперь точно стало ясно, что это не ошибка, не мутация и уж тем более не краска на коже. Надо сказать, что все обезволенные рептилии были небольшого размера, до полутора метров, но крайне упитанные, словно жили у бабушки. Год на дворе был 2010-й. Генетические лаборатории уже работали вовсю, поэтому биологи послали ДНК крокодила-апельсина на исследование. Ученые радовались, что совершили открытие, нашли новый вид. Но ответ из лаборатории вернул исследователей, уже мечтавших о Нобелевской премии в области биологии. На землю – обычный подвид обычного африканского тупорылого крокодила. Сурово ответили лаборанты, что вы там говорили об открытии. Биологи было огорчились, правда, грустили совсем немного. Во-первых, крокодилы были пещерными, что случается крайне-крайне редко. Во-вторых, радикальный апельсиновый цвет просто поражал воображение. Поэтому ученые продолжили исследование этого очень странного вида. Выяснилось, что рыжие братья крокодила – гены на поверхность из пещер выходят лишь в исключительных случаях. Живут себе в полной темноте и, надо сказать, процветают. В пещерах огромное количество летучих мышей, которые чрезвычайно питательны. Прилетает крылатая мышка попить, а там крокодил ее – голубушку, ням-ням-ням. Кстати, приспособиться к пещерной темноте у крокодилов получилось элементарно. Эти животные из рода тупорылых – ночные хищники. Вдобавок под землей была постоянная температура 22 градусов, которая для этих рептилий просто идеальна. Так что спустившись в пещеры, земноводные попали в самый настоящий крокодиль и рай. Конечно, вы хотите спросить, а почему крокодилы стали апельсиновыми? Тут все просто – летучие мышки, простите, какают в воду, которая практически непроточная. Из-за мышиного гуана уровень щелочи в ней просто зашкаливает. В результате постоянной химической реакции крокодилья кожа – обгорает, и становится оранжевой. Да, друзья, оказывается, загар можно приобрести и в полной темноте. Опасно ли это для крокодилов? Было бы опасно, они бы там не жили. Земноводные часто линяют, поэтому, обожженная шкура быстро сменяется новой. В Америке был случай, когда аллигатор сбежал от хозяев и несколько месяцев прожил в водосточной трубе. Когда его все-таки нашли и извлекли наружу, спасателям открылась удивительная картина – аллигатор был ярко-оранжевым. За что его моментально окрестили морковкой. Правда, в таком наряде рептилия щеголяла недолго. После первой жилиньки цвет вернулся в норму, стал привычным буро-зеленым. Ну а теперь о крайних случаях, когда оранжевые крокодилы все же выползают на свет Божий. Дело в том, что эти земноводные так и не смогли решить одну из главных своих проблем – размножение. Чтобы продлить род, крокодилихи выходят из пещеры и буквально на пороге откладывают яйца. Пока малыши развиваются в скорлупе, мамы внимательно следят за ними, а после вылупления быстро уносят ребятню поглубже – в теплый и сытный крокодили рай, где все жители ходят с оранжевой кожей. Продолжение истории читайте на сайте jah.club.